В городе Кунаев солнечно. Желаем вам продуктивного дня и отличного настроения. Три, два, один, три. Первое в истории международное дрифт-шоу в Центральной Азии. Центр-Азия дрифт-шоу. Лучший из лучших поборется за звалия сильнейшего. ЭТИМ ЛЕТОМ МЫ ПИШЕМ НОВУЮ ИСТОРИЮ! ЭТИМ ЛЕТОМ МЫ ПИШЕМ НОВУЮ ИСТОРИЮ! ВСЕЛИН ЛЕТОМ МЫ ПИШЕМ НЕЧЕЛИ Я ЕЩИ В ИЗЕРОННЫЙ! СПАЙНОМ МЫ ПИШЕМ НОВУЮЩИЕ!!! ПИШЕМ НОВУЮЩИЕ ОТ ВОЮЩИЕ В ДИНАМИЧЕСКА. Салам алейкум! Всем привет, меня зовут Олег Воронков, представитель команды SP Racing в лице пилота, руководителя и главного организатора разных ивентов. Ну что, ребят, всем привет, мы вышли из офиса, машина уже собрана, ребята загрузили оборудование полностью. Сегодня 11 февраля, в 9 часов вечера, мы выезжаем за неделю раньше, на этот раз на последние два этапа ралли в Павлатар, едем туда не просто катать гонку, едем туда помогать с организацией, то есть очень много всего придумали за короткий срок, то есть мы приняли это решение, я так читал, что, ну, хотим чуть-чуть помочь, хотим чуть-чуть улучшить данную дисциплину, данные соревнования, то есть предложили организаторам, они с удовольствием вас поддержали в этом, поэтому едем туда, будем стараться вам все показывать, будем стараться рассказывать про организационные моменты, с кем познакомимся, что делаем и так далее. Мы выезжаем четвером сейчас, я, Серега, Саня и Леха, погнали! Крутая дорога, мы выехали, снегопад, прям, это прям, ну, было очень люто, мы поснимали там хороший контент, выезжать пришлось сразу же в воскресенье вечером, сутки в дороге, мы когда доехали до Астаны, ну, уже как бы реально все окружилось, потому что по пути менялись все, потому что в снегопад в люто ехать сложно, думали доехать до Астаны, там передохнуть, но нет, решили доехать сразу же, и уже потом, когда приехали в Павлик, там уже отдыхали. Холодно очень. Приехали в Павлодар, будем встречаться с организаторами, с местными, узнавать по локации, где что находится. Мои знакомства с Екатериной, Екатерина является, ну, местным здесь главным организатором, который уже не первый год организовывает, принимает участие в организации ралли-каскет, да и вообще всей спортивной вот этой движухи. Сейчас пообедали, встретились с ребятами, со Стасом, с Катей, муж и жена, которые принимают непосредственно участие в организации, проговорили про все моменты, мы поехали просто визуально посмотреть уже площадку, где мы будем размещаться, потому что наши ребята тоже уже приехали, они уже выставляют наш лагерь, но уже выставляют его не там, где мы думали, потому что, оказывается, здесь был воскресенье дождь и потом заморозки, и вся парковка техпарка, она прям, ну, ледяная-ледяная, то есть будет весело. Нам нужно понять зоны выставления для ребят, которые будут заниматься прямой трансляцией, тоже есть свои нюансы. Сейчас, как выяснилось, что сигнал они будут передавать не через спутник, сигнал они будут передавать через какие-то приемники, а это 200 метров всего лишь длина, поэтому, ну, пробуем, щупаем. Мы с понедельника начали, на самом деле, запускать туда трактора, потому что по факту договоренности у организаторов, которые там были, у них оговоренности были, по-моему, на четверг, чтобы они начали строить трассу. Тракторов было меньше, и потом, когда был снегопад, те трактора, которые выделил город, они уехали на уборку города, территории, то есть и там уже работали, работала та техника, которую, ну, мы совместно все вместе привлекали. Было очень много снега, снег шел просто нон-стопом, бесконечно, нужно было успеть и почистить трассу. Ну, Тимур там, бедный, девал и ночевал на этой трассе, на этой подготовке. Там лед уходит под воду. Он едет, там чуть-чуть воды. Там, говорит, вода выступает, это нормально? И мы уходим туда. Ладно, дальше давайте, там почистим сами. Мы на Усолке, мы на Усолке, время 12 часов дня. Мы здесь с утра. Посмотри, с какой бригадой мы ездим здесь. На нас больше стала именно работа со зрителями, работа с пилотами, сделать для них уют, комфорт и так, чтобы эти соревнования, в общем, стали более интересны для зрителей. Встретились там в целом, то есть там и по фудкорту вместе там с Екатериной, то есть там и с дополнительным звуком. До этого подготовили площадку, просыпали ее песком, солью, чтобы никто там двойной сальто назад не сделал, там чуть-чуть и безопасили, там договорились с этими юртами, чтобы они выстрелились. Элементарно даже, где мы там должны были ставить юрту, там вот просто вот столько снега, метр. Это надо было все расчищать, убирать. Естественно, наши ребята, пацаны, там и операторы, и режиссеры вообще просто, и организаторы, все, кто мог, все с лопатами. Ну что, у нас третий день, четверг, послезавтра уже гонка, а мы подготавливаем нашу площадочку, делаем, чтобы не было скользко, привезли уже песочек, соль. Сейчас мы тут как все зынкно ведем, и будет реально красота, всем будет комфортно, уютно. Ребята, приезжайте, ждем вас в эту субботу. Сложности начались прямо с первого дня, начиная с того, что у нас не приехала машина, машина сломалась по дороге, в машине, в которой был абсолютно весь зип, абсолютно, ну, вообще все, начиная, опять же, от биотуалетов, заканчивая всеми опознавательными знаками, которые ставятся на участки, на спецучастки, в общем, на всю ролейную трассу. Проблема была там в туалетах, в том, что даже мы не могли их найти там, туалеты, то есть биотуалеты в аренду, и туалеты мы, у нас выезжала с брендингом вся машина с Алматы, туалеты мы брали, она выехала туда в целом с брендингом оттуда, потому что нужно было через Караганду проехать, забрать там биотуалеты, чтобы какие-то биотуалеты там присутствовали на площадке, чтобы людям было куда ходить, потому что, ну, проблемы, короче, в туалетах присутствуют. Мы решили помочь всем организации, и сейчас в данный момент приехала газель с Алматы, разгружают всякие ништяки, так что пойдемте посмотрим. Не, на самом деле все хорошо, мы за этим сюда и приехали, чтобы понимать, с какими трудностями мы можем столкнуться, большой минус, скажем так. Работаем, учимся на своих и на чужих ошибках. Все решим, все нормально будет. Хотелось бы все делать заранее, но, к сожалению, делаем так, как получается. Любые гонки, то есть как бы это в любом случае должна быть какая-то зона фан по-любому, поэтому, ну, фан-зону, когда тепло, опять же, сделать ее намного проще, нежели чем, когда у тебя минус 30-32, там, ну, как бы, ты долго не простоишь, как бы ты сильно не любил автоспорт, то есть, как бы, ну, нужно было какие-то теплые зоны сделать, чтобы они могли, гости, там, прийти, выпить там кружку горячего чая, там, чтобы чуть-чуть там подогреться и в этом же месте могли наблюдать за ходом гонки. Алена, сейчас с какими трудностями столкнулись? С трудностями? Лед, холод, неровная поверхность. Ну, ничего, справились, в принципе, здесь большую юрту будем устанавливать, там он юрта поменьше. Узнали мы о мероприятии буквально с две недели. Сразу же позвонили дяде Вове Бородину, чтобы он нам дал консультацию ралли за пять минут. Благодаря Владимиру Бородину и его жене Людмиле, ну, они внесли большой вклад, большое понимание вообще в то, как это делается, что за чем проходит, как проходит судейство, кто за кем едет. В общем, это только маленькая часть того, в чем они помогли. Встретились, узнали у него какие-то основные базовые вопросы по организационным моментам. Тьфу-тьфу-тьфу, вся спортивная часть осталась на нем и на его жене Людмиле. Тоже прекрасная женщина, за что огромное спасибо, потому что, ну, все, что касалось вопроса организации спортивной части, ну, все было на высшем уровне, как я понимаю, работа была проделана не на сто, а на сто десять процентов. Штурманы и пилоты, они по знакам будут понимать, куда ехать, где остановиться. Так, я даже не знаю, я просто помогаю ребятам, чтобы провести соревнования правильно. Попросили быть главным судьей, ну, понятно, что, коли я главный судья, я должен поучаствовать в этом мероприятии, в организации, во всех организационных вопросах. Да там много технических моментов, там, и сам, ну, как бы, ездил там, и баллоны помогал расставлять, то есть там, там, что-то закрепляли их, там, шуруповертами, там, что-то крутили. Самые главные две вещи, которые мы хотели сделать, это сделать прямую трансляцию, которой не было никогда вообще за всю историю рали в Казахстане у нас, то есть, ну, именно такой, которую постарались сделать мы. То есть за этот короткий срок, минусовую погоду, это прям то, что получилось. Я очень, на самом деле, рад и благодарен всем тем, кто смотрел эту прямую трансляцию, кто писал комментарии в сети, кто подписались на наш канал. Это круто, на самом деле. Мы закупили 6 или 7 детских конвертиков для того, чтобы обернуть наши ПТС-камеры. Больше всего переживали за мороз, потому что техника просто не справлялась. Было слишком холодно, камеры просто выключались, генераторы просто отъезжали. Я по-другому даже это сказать не могу. Мы там что-то не делали, мы даже клеили один из генераторов, потому что, ну, просто все, что резиновое, оно все замерзало и лопалось. Все отработали шикарно, что команда, что ребята, опять же операторы, это минус 30, ходить с камерой. Мало кому можно посоветовать, пожелать. Команда себя проявила, ну, супер-хиру. Спасибо, Александр. Пожалуйста, ебать, я за голову. Самое хорошо будет работать, это комментаторов они будут в машине сеять. Давай. На этом этапе у нас будет трансляция в YouTube. Мы задействовали ребят с передвижной телевизионной студией. Сейчас пытаемся найти какие-то точки, где максимально охватить все зоны интересные этапа. Будут дрончики у нас еще три человека и шесть камер. Вот. Ну, все в работе, все в процессе. Работать, ну, привычно, в принципе, но прям попали в пик. Минус 32 градусники, ощущение где-то минус 36, минус 37 по разу. Ночью опускается до 40. Ну, на севере так. Пожелаем удачи, чтобы машины ехали, не ломались. Камеры даже не выдерживают такого мороза, так что всем удачи. Батареи будут отлетать, техника будет замерзать. Даже вот эти мониторчики жидко-кристаллические были у нас в случае, когда они просто не показывают. То есть кристаллы замерзают и все. Сейчас мы передвигаемся в другую точку. Нашли более интересное место, чтобы охватить максимально трассу. Где-то не там вот сейчас. У нас произошла дискоммуникация между нашим лагерем и лагерем ПТС. Потому что у ребят то ли на рации батарейки сели, то ли она вообще отсутствует. Ну, в общем, ребята подумали о том, что сейчас идет регруппинг. И выключили трансляцию, чтобы зарядить батарейки, поменять операторов и всякое разное. Вот. Мы оперативно запустили трансляцию снова. Все с кайфом. Продолжаем смотреть, ребята. Нам нужно было сделать этот проект комфортным для гостей. Было крайне мало для этого времени, к сожалению. Но мы сделали все, что было в наших силах. Организовали прекрасную зону для отдыха гостей, где было тепло, классно. Это были классные юрты. Мы их утеплили. У нас был бесплатный чай. Любой желающий мог зайти погреться, попить вкусный чай. Посмотреть онлайн-трансляцию прямо там же, на телевизоре. Было очень много деток. Несмотря на ужасную просто погоду в минус 30, было очень много людей. Было много людей с детьми, которые действительно интересовались автоспортом. Приходили с семьями, смотрели. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Господи, тебе не холодно? Как вы вообще справляетесь в такой холод? Ложе на улице. А что для вашего тепла? По-нашему, нормальная температура, погода. Ужасно. Вы где-то здесь недалеко живете? Почти недалеко. Вы специально пришли сюда на гонку? Да, конечно. Откуда вы узнали? В инстаграме. Ну как вам? Как вам все еще? Ничего, нормально. Если замерзнете, обязательно заходите в юрты. Там бесплатный чай, кофе и тепло. Обязательно. Можно деткам погреться. Хорошо, спасибо. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Ты не замерз? Нет? Какое-то печальное зрелище мы сейчас наблюдаем. Что случилось? Нет, мы машину убрали, чтобы она не сильно не замерзла. А, я уже переживала, что что-то случилось и вы... Машину убрали. Сейчас перерыв большой, регруппинг полтора часа. А на улице прохладный ветерок. Выдует все тепло из машины. Ну расскажите, как для вас, для вашего экипажа проходит четвертый этап КСК? Четвертый этап начинался для нас шикарно. Мы ехали первые, все было весело. У меня уже мысли были всякие, знаете, дурацкие. О победе, туда-сюда. И я застрял. И я вот на третьем спецучастке застрял. Ну вот мы потеряли там почти три минуты. И мне кажется, этого достаточно будет, чтобы я оказался где-то в конце. Мы проехали всего лишь полдня, полгонки. А это же технический вид спорта. Можно поломаться, можно опять застрять. Можно, я не знаю, там куча всего может случиться. И есть еще возможность что-то зацепить. Я не знаю, может там четвертое, третье место. Не знаю, как получится. Скажу вам сразу, это, возможно, первая трансляция за всю историю существования ралли. И вот впервые. Тебя можно поздравить? Получается. Можно сказать, первый открыватель, первый голос ралли-спринт Казахстана. Максат Хаимов. Скажи. Ну сколько сам в автоспорте, я тоже не припомню, чтобы была когда-то прямая трансляция. Вот. И дай бог, чтобы эта история развивалась дальше. Потому что ралли очень крутой вид спорта на самом деле. Но часто остается за, так скажем, за ним не следят. Почему? Потому что, ну, уехали машинки себе на трассу и до свидания, да. А вот с прямой трансляцией теперь уже можно посмотреть, что они там на трассе творят. Это вот прям, это круто на самом деле. Ну что, вот, в принципе, так выглядит следующим образом наша юрта, в которой тепло, горячо, много зрителей. Натан, ты с кем сюда приехал? Вот, с друзьями. Как тебе движуха? Нормально. Что-нибудь знаешь из автоспорта? Вообще следил раньше за гонками? Нет, первый раз приехал. И что тебе вот понравилось? Что ты можешь выделить сейчас? Как спортсмены ездят, тренируются сейчас. Ну, тебе это больше всего понравилось? Ну, жду, пока будет. Пройдет перерыв. Ты думаешь, после перерыва станет лучше? Ну, может быть. Я тоже надеюсь, Натан, надеюсь. Богдан, как ты докатился до такой жизни? Откуда ты знаешь про ралли? Ну, я вообще с детства машинами увлекаюсь. Ну, вообще, вот каждый год почти что приходим на ралли всей семьей. И на ралли, на гонку? Да, еще летом вот приходил там, и вот. У тебя есть любимчики, экипаж, который ты можешь выделить, раз ты так часто посещаешь данное мероприятие? Ммм, не знаю, все хороши. Ну, машина какая-нибудь есть? Ну, конечно же, это Subaru Impreza. Ау! Что тебе больше всего нравится в ралли? Ну, то, что это такой смешанный спорт, там есть вообще все. То, что там можно проходить, там, дороги. Грусть, печаль, тоска. Проходить плохие дороги на очень большой скорости. А что лучше, дрифт или ралли? Ну, конечно же, ралли, потому что там вообще все. И дрифтить можно, и вообще все. Как дела, Адильжан? Нормально. Рассказывай, что ты здесь делаешь вообще? Ты любишь гонки или ты просто рядышком жил? Я люблю ралли вообще, как бы, знаю эту индустрию уже с пяти лет. Меня батя водил, и вот, как бы, нравится. Ты один пришел с друзьями? Ну, другого. Как вам, здравствуйте? Ну, нормально, хорошо. Вы часто посещаете ралли в Павлодаре? Ежегодно, ежегодно? Ежегодно. Ты каждый раз приходишь? Да. И то, что прям машины привозят, это вообще офигенно. И мы покатались, это тоже адреналин. Вообще классно. Вы прокатились в дрифт-такси? Да. Как вам? Честно, не хватило немножко адреналина, но в целом очень даже хорошо. Нет, ну, нам сегодня повезло, мы сегодня пораньше пойдем. В 12 спать. Всегда попозже, в час-два. Но завтра надо в 5.30-5.40 проснуться, потому что придут трактора, чистят трассу. Сегодня заметает, снег идет. Когда мы все, грубо говоря, спали, он делал свою тяжелейшую работу. А потом, когда мы все проснулись, он поехал и продолжил делать свою тяжелейшую работу дальше. Не отдыхая, фактически. Я считаю, что он прям отдельная благодарность, очень крутой мужчина. Хочется одно главное сказать, что на самом деле просто спасибо большое реально дядя Вове. Спасибо большое федерации за то, что у них есть такие грамотные специалисты, как Владимир Бородин, как Людмила Бородина. Это очень реально грамотный специалист. На самом деле, я могу сказать точно, дядя Вова это тот человек, как говорится, тот человек, у которого бензин, антифриз вместо крови. Он реально очень любит машины, он любит автоспортивную всю историю. Он ей болен уже много лет. Это заразно. Конечно, это так не получится сразу же, чтобы это было как в России или в чемпионатах европейских. Для этого нужны года, для этого нужна культура. У нас недавно выходил фильм. Туда ссылочку нужно будет прикрепить по поводу Швеции. Там сразу же видно, что там много людей. Они все выходят на этот праздник. Там уже какие-то францоны с огнем. Но это просто культура. Оно у них десятилетиями уже происходит. Поэтому они этого ждут, верят и хотят это видеть. Но мы очень хотим, чтобы он у нас развивался. Поэтому и решили принять участие, скажем так, в этой авантюре. Совет всем вам честно скажу. Сотрудничайте, пожалуйста, с медией. Это в первую очередь вам нужно для того, чтобы находить каких-то будущих партнеров, чтобы вас поддерживали. Работайте над своим инфополем, над своим личным брендом. Эта штука полезная в современном мире. Все было, ну как мне кажется, все прекрасно. О том, как прошла гонка, надо спрашивать, наверное, нет. Не у нас, надо спрашивать у зрителей. У посторонних людей, у гонщиков, у пилотов, как им понравилось, не понравилось. Потому что нам, как организаторам, точно всегда есть над чем работать. Точно всегда есть что улучшать. Чем мы будем заниматься. Всем любовь, всем сердечки. Большое спасибо каждому, кто действительно принял участие. Помог, привез, отвез, свозил, съездил. Большое спасибо каждому, правда. Судьи, очень большая история. Все маршалы, которые стояли на трассах. Все ребята, которые отпускали машины или наоборот встречали на финише. Большой гигантский респект. Так тоже простоять на холоде. Просто ты представляешь, у тебя в одной руке секундомер стоит и отчитываешь, потому что у тебя все идет по графику. Второй рукой ты должен на морозе минус 30 вот так обратный отчет дать, чтобы ты уехал. То есть они весь день стоят просто. Я не знаю, из чего они сделаны. Это реально сложно. И еще и хватает у них силы улыбнуться тебе, поприветствовать, пожелать тебе удачи перед стартом. Ну, в минус 39 на первый раз. В последний раз было минус 25, когда я такой амантюр вляпался. Но бывали амантюры и в другую сторону у нас было. И плюс 55, когда эта штука работала. Судьям очень сложно стоять на трассе, потому что, как бы, сами понимаете, на пальчиках судейское оборудование замерзло у нас. Мы его убрали и работали, как говорят, на пальчиках. Достаточно сложная гонка. Ну а для пилотов, я думаю, очень хорошо, здорово. Потому что трасса хорошая, скоростная. Поэтому, я думаю, всем понравилось. Проблемы какие? Проблемы были в том, что был сильный ветер, знаки рвало. Сильный мороз, знаки, которые распечатали. Они просто ломались на морозе. Но мы старались как-то все это сделать, поставить правильно. И все отгоняли. Мы пригласили специально ребят с Узкомана, чтобы они привезли воздушный шар с флагом Казахстана, чтобы добавить атмосферы на площадке. И, к сожалению, он там немного раз взлетал, потому что ветер был высокий. Но это было небезопасно. Стас и Катя организовали дрифт-такси для людей. Будет катание на санях собаки, на упряжках. Я бы даже сам прокатился, честно говоря. Очень прикольно и весело. Я, наверное, только часть какую-то могу сказать. Потому что в любом случае я принимал участие и как пилот. То есть как бы ехал. Ребята в моменте, то есть они отрабатывали какие-то вещи. То есть там Алена, Тимур, Тимка, они отрабатывали все это там на месте в течение всего дня. То есть там Тима вообще там чуть-чуть перепутал с одеждой. Он взял дождевик, а не пуховик. Поэтому ему было, так сказать, свежо, фреш. Вот. Но это нормально. Они там справились со всей этой историей. И ребята вывезли. И там по награждению они там пытались понять. Были несостыковки с ребятами, с местными организаторами. Но вроде бы к какому-то компромиссу пришли, договорились. Там все нормально. Трасса из всех, где мы ехали, тоже мне больше всего понравилась. Потому что там есть перекаты между деревьев. Там какие-то трамплинчики. Очень, на самом деле, красивая атмосферная картинка. Я такого заката нигде не видел, на самом деле. Как на Усолке. Это где, не знаю, вот так три солнца бьет. Это просто сумасшествие. Ну, визуально реально круто. Что касается, какие выводы или какой опыт приобрел. Мы в целом, когда принимали решение принимать участие в КСК. Четвертый, пятый этап Павлодар. Решающим фактором, моментом было именно ехать туда для того, чтобы приобрести опыт. Это уникальная возможность. Я считаю, что мы с ней справились. Говорю всем большое спасибо, кто принял эту руку помощи и поделился с нами своим опытом. Большое спасибо всем, кто принял участие во всех этих организационных моментах. Дядь Вою, понятно, люди за все это. Санжару спасибо большое за то, что приехал. Я, честно, еще там много было ребят по имени не помню всех. Поэтому всем большой Кубков Рахмет за то, что все это дело делаете не один год. Ну и дальше больше. Сейчас уже приятная усталость и вкусное послевкусие. После проведенных дней с командой в кругу близких людей эмоции захвачены, эмоции получены. Находиться здесь было приятно. Несмотря на лютый мороз, несмотря на какие-то сложные подготовительные вопросы, ситуации. Поэтому еще раз хочется сказать всем спасибо большое. Всем успехов. Выключай. Раз, два, три. Ура! А теперь наше три. АСБ! 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 Раз, два, три. АСБ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok